Мы сегодня в эти дни отмечаем действительно очень знаменательное событие, 70-летие битвы на Курской дуге. Курско-Орловская операция проходила в том числе и по территории Тульской области. И действительно победа, которая произошла 70 лет назад, она была таким началом победоносного марша уже советских войск, завершилась взятием Берлина. Более 200 человек сегодня проживают ветеранов на территории Тульской области, это те люди, которые принимали участие в этой операции. Ну и часть, даже многие наши города, в общем-то, тоже были в этой операции задействованы. Белев, в частности, это тот город, который я тоже начинал с контрнаступления. Поэтому я хотел вас поздравить с этой большой датой. Мы уже начинаем думать в правительстве о том, как мы должны подготовиться и провести празднование 70-летия Победы, которое состоится через полтора года. Это будет великий праздник, и думаю, что мы совместно со всеми муниципальными образованиями подготовимся достойно для того, чтобы провести это празднование, сделать его действительно незабываемым. Ну, а хотел, чтобы вы поделились со мной своими впечатлениями, кто ездил сейчас на мероприятие в Курск. Галина Григорьевна, по моей просьбе, возглавляя его делегацию. Поэтому хотелось бы узнать, как вас встречали, как проходили торжественные мероприятия. Поэтому разрешите тогда от губернатора Курской области вручить подарок нашему губернатору. Здесь книга, часы и вот такая награда была вручена участникам. Примите, пожалуйста. Вот самая главная книга. Книга, да? Вот мы покажем. Курская область. Но на самом деле действительно у нас... Калинин, присаживайтесь. На самом деле действительно у нас сейчас очень много событий. Это и битва, танковое сражение под Прохоров, которую мы праздновали в начале июня. Сейчас вот мероприятие Курской битвы. То есть, мне память не изменяет, это уже у нас Денинская воинская слава, да? Да, 23 августа. Поэтому это действительно праздник всей страны. И вот после уже битвы на Курской дуге советские войска уже было не остановить. Они уже шли только вперед. Только, только вперед. Поэтому еще раз поздравляю вас всех с этой знаменательной датой. И хотелось, чтобы мы с вами, может быть, начали обсуждать, для меня это важный вопрос, то, как мы должны с вами отметить 70-летие победы на нашей Тульской земле в 15-м году. Какие дети и герои? Значит, во-первых, мы должны, вот наша, как говорится, делегация... Поблагодарить. Да, поблагодарить вас за то, что вы выделили для нас удобство все, так? И доехали мы, как говорится, очень хорошая дорога была. Ну, в целом, мы очень рады, что приехали туда, так? Нас тепло приняли. Понравился очень город. Чистый очень, так? Вот, понравилось. В общем, все, что мы видели, все для нас, как говорится, было сделано чисто, опрятно и хорошо. Ну, а что еще сказать? Ну, короче говоря, вот, от всей нашей бригады ветеранов, которые ездили туда, в Курск, вот, мы очень благодарны вам, что вы нас туда послали и не забываете нас. Вот все, что я могу сказать. Все-таки, вот, сейчас, вот те гранты, которые направляем, прежде всего, конечно, направлять именно на выпуск воспоминаний, выпуск тех книг, которые наши сами ветераны готовят и делают. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на следующий год дополнительные гранты именно для поддержки именно ветеранам. Спасибо большое. Владимир Сергеевич, от души. Спасибо большое. Слава, что вы, ванглавитель нашей Тульской области. Молодой. Самый первый раз молодой. Спасибо. Слава тебе. Спасибо. Спасибо.